На этой неделе на одном из сайтов объявлений появилась вакансия с весьма заманчивой зарплатой. Работодатель приглашает сотрудников на лесозаготовку в Нижневартовском районе. Требуются операторы навалочник и трелевочник. Заработок обещают почти фантастический, от 500 до 800 тысяч рублей. Работа вахтовым методом, условия проживания, вагончик с душевой, интернетом и баней раз в неделю. Указывается, что начисляться зарплата будет в зависимости от заготовленного объема леса, без задержек. Как рассказала телеканалу Сургут-24 руководитель пресс-службы рекрутинговой компании Headhunter.ru Урал Анна Осипова, такие привлекательные с точки зрения потенциального дохода вакансии есть в базах данных, хотя это не массовое явление. Уровень зарплат здесь действительно может потрясать воображение, но надо помнить, что и работать придется в сложных бытовых и климатических условиях. Работодателям же нужно как-то заманивать специалистов на такие вакансии, поэтому эксперт рекомендует быть очень внимательным, откликаясь на предложения. Поэтому, да, там могут быть достаточно высокие зарплатные предложения, но здесь нужно все-таки всегда внимательно читать текст вакансии, потому что, во-первых, уровень зарплаты может быть указан за вахту, а вахта может длиться, например, два месяца, да, и, соответственно, ну, ежемесячный заработок, он будет в два раза меньше. На важный момент, конечно же, нужно проверять, насколько это реальный работодатель. Элементарно там погуглить, посмотреть, что пишут об этой компании, когда очень высокая заработная плата предлагается в какой-то вакансии, и при этом там, допустим, ну, очень такие мягкие требования к соискателю. Ну, тут нужно, конечно же, подумать, да, мы все с вами прекрасно помним, что бесплатный сыр, он только в мышелопке. На сегодняшний день в Югре из опубликованных в сети проверенных высокооплачиваемых вакансий примечательно предложение с окладом 362 тысячи рублей в месяц. На эту зарплату требуется заместитель начальника управления в группу компаний. Претендент на должность должен иметь высшее техническое образование, ему предстоит руководить отделом подготовки производства и комплектации. Это не единственное дорогое предложение о найме. По словам Анны Осиповой, достаточно хороших вакансий с высокими зарплатами, порядка 170 тысяч рублей есть для квалифицированных машинистов, сварщиков, водителей. В регионе востребованы буровые мастера, бурильщики. Их уровень дохода от 250 тысяч рублей. Занятость также в основном вахтовым методом. В целом, на конец ноября в регионе открыто почти 9 тысяч самых разнообразных вакансий. Эксперты отмечают, что конкуренция среди соискателей низкая. А работодатели достаточно активны. Нужно понимать, что работодатели сегодня в первую очередь заинтересованы как раз-таки в представителях так называемых синеворотничковых профессий. Это квалифицированные рабочие, производственные специалисты, специалисты из сферы инсталляции и сервиса. Также востребованы менеджеры по продажам, востребованы просто рядовые продавцы. Сфера ритейла всегда очень массовая по количеству вакансий. И IT-специалисты тоже по-прежнему остаются в цене. Понятно, что не всем эти вакансии подходят, потому что здесь, как правило, нужно определенное образование. И мы видим сегодня, что представителям гуманитарной сферы, гуманитарных профессий им несколько сложнее. Интересно, что пожелания работодателей совпадают с женскими матримониальными предпочтениями. Издание «Комсомольская правда» приводит исследование, в котором более трети опрошенных российских женщин лучшими партнерами для брака считают представителей именно рабочих профессий. Это слесари, сантехники и трактористы. Вахтовиков, по долгу отсутствующих дома, готовы взять в мужья 14% потенциальных хранительниц семейного очага. Хорошими мужьями считаются врачи, летчики, моряки, полицейские и спасатели. 8% отечественных невест готовы отдать руку и сердце священнику. А вот артистов, музыкантов, журналистов и блогеров большинство российских дам рассматривают как неподходящих для серьезных отношений. Мнение может и спорное, но опрос показал, что вступить в брак с этими творческими личностями решились бы лишь около 2% от почти 8000 представительниц прекрасного пола, участвовавших в исследовании.